Так, коллеги, добрый день. Меня зовут Сергей Шпанков, фирма 1С. Тема доклада, как можно сберечь время директора магазина. Начну я с примера. Давайте представим, что у нас есть уроничный магазин, продуктовый магазин. В нем от 3 до 7 тысяч наименований товаров. Это значит 50-100 поставщиков. И нам надо заказать товар. Для того, чтобы товар заказать хорошо, нужно потратить полчаса-час на каждого поставщика по-хорошему. Чтобы понять, что продается у этого поставщика, что не продается, каких товаров больше заказать, каких меньше. И вот в итоге полчаса на каждого поставщика. И у нас получается, что один человек всю неделю только делал, что заказывает товары. И это такая регулярная работа. То есть каждый день необходимо заказывать товар, чтобы полки не пустовали. При этом следить, чтобы излишков не было. А если излишки все-таки образуются, там какие-то акции устраивать, распродажи и прочее. В целом, лучше контролировать. Но все мы знаем, что помимо вот такой вот регулярной работы, есть еще и другая работа. Работа, связанная с ассортиментом. Потому что мы знаем, что вообще успешность магазина, вот такого магазина, в большей степени зависит от расположения, от места, но и от того, как этот магазин управляет своим ассортиментом. Потому что мощные конкуренты в лице федеральных сетей. Соответственно, нишевость, глубина ассортимента в этих нишах, постоянно какой-то поиск новинок, какие-то постоянные предложения к праздникам. И чем больше таких предложений, тем лучше. И это творческая работа. И понятно, что эту творческую работу никакому компьютеру не доверишь. А вот та часть регулярной работы, которая связана с заказами, как раз и можно доверить компьютеру. И там можно сэкономить время. И как раз об одной из такой систем, которая позволит экономить время, я хочу вам рассказать. Это сервис 1С товары. Это система автоматического заказа товара. Как он работает? Вот это, пожалуй, самый сложный слайд моей презентации. Он требует определенной вашей концентрации. Я обещаю, что дальше слайды будут гораздо проще. Но вот здесь буквально сконцентрироваться. В основе сервиса лежит ассортиментная матрица настроенная. Что это такое? Это список товаров с указанием минимального остатка и партии заказа. Как эта матрица собирается? Вы выгружаете данные о продажах. Магазин выгружает данные о продажах. И сервис рассчитывает прогноз спроса. Вот появляется колонка, он рассчитал прогноз спроса. Дальше человек, который занимается управлением ассортиментом, вводит два параметра. Это срок доставки и период поставок. То есть это те данные, которые мы знаем для каждого из наших поставщиков. И дальше уже сервис автоматически рассчитывает все остальные параметры. Все готово. Дальше в зависимости от выбранного сценария сервис сам знает, когда, у кого, сколько, чего заказать. То есть каждый день мы просто нажимаем кнопку заказать, сервис сам автоматически формирует заявки и отправляет их поставщикам. Можно отправлять по e-mail, можно отправлять сразу в базу 1С поставщика, можно просто нанитывать ему по телефону, если там других каналов связи нет. То есть в любой момент сервис знает, что заказать, сколько заказать и у какого поставщика. И, соответственно, вместо 10, 20, 40 часов в неделю мы тратим гораздо меньше времени. Причем заказ в этом случае будет гораздо более качественным, потому что машина способна гораздо больший объем информации проанализировать, чем человек. Благодаря чему это стало возможно? Это стало возможно благодаря прогнозу спроса, который встроен в сервис. И вообще, наверное, не стоит говорить, почему прогноз спроса это важно, потому что, называется, там все большие делают это. То есть вот перед вами пример, это пресс-релиз прошлогодней группы компании X5, в которой они говорят, что компания X5 Retail Group успешно завершила масштабный проект по автоматизации бизнес-процессов, прогнозирования спроса и планирования пополнения товарных остатков. Благодаря чему увеличилось, возросло и так далее. И вообще прогноз спроса это наша гордость, и поэтому я расскажу чуть подробнее, чтобы вы понимали, как это работает. Этап номер один. На этапе номер один мы подготавливаем данные для прогноза. Что мы делаем? Первое, это мы корректируем дни, в которых не было продаж. Какую ошибку может допустить человек, который, допустим, планирует все сам? Вот он построил отчет и получил, что ага, вот на этой неделе я продал, ну пусть 100 банок Pepsi-Cola, например, да? На самом деле он упустил из внимания, что Pepsi-Cola продавалась в понедельник, вторник, в среду, а в четверг, пятницу, субботу они продавались только потому, что уже не было. Вот. И, соответственно, он заказал те же самых 100 банок, опять их продал за три дня, и такую ошибку он может допускать из недели в неделю. Вот для того, чтобы такой ошибки не допускать, сервис такие дни убирает и достраивает вот там продажи по статистике продаж, чтобы не было такой же ошибки. Второе. Убираются аномальные всплески. Ну, тоже для этой цели, чтобы прогноз был корректный. То есть товар продается равномерно, а потом какой-то неожиданный всплеск, и вот сервис такие всплески срезает. И третье. Сервис определяет классичность спроса. Для чего? Для того, чтобы при изменении цены прогноз можно было пересчитать, исходя из классичности спроса. Это во-первых. Ну, и во-вторых, там в процессе работы сервис может подсказывать, например, когда вы собираетесь какую-то акцию устроить, сервис вам подскажет, стоит ли вообще такую акцию делать, и потому что, допустим, если спрос на товар неэластичный, понятно, что снижение цены может не привести к желаемому объему продажи. Следующий этап. Сервис определяет характер спроса. Понятно, что для чего это делать? Потому что для каждого товара применяются различные методы прогнозирования, различные математические схемы. То есть товар делится на регулярный спрос и нерегулярный спрос. Определяются тренды. Сезонность. Понятно, что сезонность рассчитывается в пределах года по неделям и в пределах недели по дням, потому что какие-то товары в пятницу, понятно, подаются лучше, чем в понедельник, например. И учитываются праздники. И последний этап. Идет выбор подходящего метода прогнозирования. Что делает сервис? Сервис берет прошлый период, за который продажи уже известны. И начинает для этого периода рассчитывать прогноз задним числом. Прогоняет через различные математические методы. Вот те товары, которые прогнозируют. И выбирает тот метод, который наибольшее приближение к факту. И вот этот метод в дальнейшем будет использоваться. Плюс туда накладываются потом коэффициенты погрешности. И если прогноз в следующем не совпал с тем, что сервис предсказал, то и вышел за эти коэффициенты погрешности, то сервис заново вся цепочка перезапускается. И сервис там обучает сам себя фактически для каждого магазина. Вот таким образом делается прогноз. И как результат в магазине нет упущенной выручки. У нас освобождаются оборотные средства. И, соответственно, что самое главное, сокращается количество трудозатрат, необходимых для формирования заказов посвящикам. И мы можем экономить время на этом и заниматься творческой работой. То есть заниматься ассортиментом, заниматься наценками, заниматься поиском новинок и так далее. Вообще сервис принесет пользу даже в начале своей работы. То есть если сервис запустить, то он сразу покажет, допустим, избыточные запасы. То есть он сразу, из-за того, что он умеет делать прогноз, он сделает прогноз и понимает, насколько товар это охват. Сейчас, секундочку. Ну, то есть вот здесь он, допустим, посчитал, что у нас прогноз просто 3 шоколадки в день, а остаток у нас 330 шоколадок. То есть у нас покрытие на 110 дней. Или он, допустим, сразу покажет, где мы упустили выручку, чтобы внимание обратили. И вот для того, чтобы на самом деле сделать это более понятным и более удобным в работе, на самом деле, мы сделали новый сервис, который сейчас запущен в пилотном режиме, который называется 1S Retail Checker. То есть фактически это помощник-эксперт вопросов управления ассортиментом, который все эти вещи, о которых я рассказывал, делает более наглядными. Что это такое, как он работает, сервис новый? То же самое. Выгружаются данные о продажах на сервер, делается прогноз спроса, данные обсчитываются, анализируются, и каждую неделю директор, управляющий, товаровед, то есть тот, кто занимается ассортиментом, получает вот такой вот отчет. Вот справа вы видите, это вот такая портянка, это вот сам отчет, собственно говоря. Слева дашборд, в котором показаны состояния в основных аспектах управления товарами. То есть красный цвет, все плохо, надо внимание обратить, зеленый цвет, все хорошо. И давайте я по каждому блоку отдельно пробегу, чтобы было понятно, о чем они. То есть первый раз делает упущенная выручка, он показывает, что вот красный, у вас 744 тысячи, что упущенная выручка, это 20% от общей выручки, это очень много, на это необходимо обратить внимание. При этом, что здесь важно, он не просто показывает, что у вас вот так много, почему экспертный сервис, потому что он дает рекомендации по каждому товару, он показывает по каждому товару, сколько выручки было упущено. И так будет в каждом блоке, то есть у какого блока мы дальше не коснемся, вот по каждому блоку он даст рекомендации по каждому конкретному товару, что необходимо делать. Купить товары в группе А. Чтобы такой ситуации с упущенной выручкой не возникало, он покажет товары, которые необходимо купить, чтобы не было упущенной выручки. В письме будет только три товара. Есть веб-кабинет, в котором вы сможете получать отчет по всем таким товарам. Здесь он покажет только три самых главных по выручке. В веб-кабинете там будут все товары полностью. Дальше купить регулярных товаров, или как их еще называют многие. Это те товары, без которых магазин не может работать. Он зачастую вообще никакой прибыли не приносит, но без него работать нельзя. Это как, допустим, мясо, молоко или яйца для продуктового магазина, за которыми люди ходят, собственно говоря. То же самое. Сколько их необходимо купить, чтобы не возникало упущенной выручки, чтобы люди к вам приходили. И конкретные рекомендации по конкретным товарам. Завышенные запасы. Здесь он показывает те товары, покрытия, которых больше на 100 дней хватит. И рекомендация устроить, соответственно, там акцию и распродажу на эти товары, чтобы освободить оборотные средства. Неликвиды. Примерно то же самое, что и завышенные запасы, только товары, которые еще к тому же плохо продаются. То есть от них необходимо избавиться вообще в первую очередь. То есть у них и продаж мало, и продаются они долго. Инвентаризация. Вот это важный момент, потому что инвентаризация есть в жизни каждого магазина. Такой момент ответственный магазин зачастую устраивает инвентаризации даже в ночные часы, какие-то нерабочие, в праздники, и тратить на это время, ресурсы, деньги. С помощью сервиса можно проводить частичную так называемую инвентаризацию. То есть что происходит? Сервис подсказывает, какие товары с его точки зрения необходимо пересчитать. И персонал в рабочие часы, когда он там не занят продажей, может как раз именно по этим товарам сделать конкретный пересчет. Сервис, ну понятно, что он подсказывает, что необходимо пересчитать товар, у которых отрицательный остаток. Или товар, у которых отрицательный остаток был в каком-то прошлом периоде. И еще один момент, сервис знает, что, допустим, товар, есть там 10 штук чего-нибудь, да? При этом сервис знает, что он хорошо товар продавался, а потом перестал продаваться. То есть он продавался, 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 а потом как было 10 штук, так и осталось 10 штук. То есть скорее всего он не закупался при этом. То есть сервис считает, что скорее всего эти 10 штук это ошибка системы. То есть если раньше он продавался, а потом 10 штук просто вот так и были день за днем, то это скорее всего где-то на полке ноль реально, а в системе 10. И такой товар тоже необходимо пересчитать. И новинки, это тоже как сигнал. Помните, я вначале говорил о том, что есть творческая составляющая работы, то, что необходимо, заботиться постоянно о новинках. Потому что люди зачастую хотят чего-то новенького и ходят в магазин с этим чем-то новеньким. Если в вашем магазине этого чего-то новенького не увидят, то они скорее всего пойдут в конкурент, чтобы что-то новенькое там купить. И соответственно сервис говорит, что он считает, что от 5 до 10 процентов, это по исследованию немецких ученых, это хороший процент, который говорит о том, что в магазине достаточно количество новинок. При этом новым он считает товар, который появился в последние 3 месяца. Это вот новый товар для сервиса. Для кого подходит сервис? Это магазины продуктов, это алкоголь, бытовая химия, констовары, товары для дома, детские игрушки, строительство, ну и прочие вот такие схожие магазины. Товар не подойдет для, допустим, ювелирных магазинов, там какие-то штучные продажи. Он не подойдет для магазинов, допустим, каких-то коллекционных, там одежда. Когда коллекцию купили, продали, там следующую коллекцию покупаем. И сервис стоит 1700 рублей в месяц. При этом есть бесплатный период, один месяц, можно попробовать его бесплатно. Вот, и я сейчас рассказывал о магазинах, но сервис также подойдет и для поставщиков. Какие сценарии можно использовать для поставщиков? Первый сценарий, это если у поставщика есть собственные арендованные или собственные арендованные торговые точки, то в этом случае он может с помощью сервиса получать остатки текущие в этих торговых точках и планировать объем поставок с помощью сервиса туда своих товаров. То есть, таким образом, ходовой товар всегда будет в этих точках, и верстока на складах поставщика не будет. И вот даже есть специальный выгодный тариф, который называется 300 за 300, то есть, понятно, что ассортимент для собственных точек не очень большой, обычно там 300 товаров хватает наименований. И, соответственно, вот за 300 рублей в месяц можно 300 товаров делать поставки, делать расчет. И второй сценарий, это повышение эффективности обработки полученных заказов. Здесь что имеется в виду? Когда магазин и поставщик работают в одной системе, то один из товаров сервиса умеет автоматически сопоставлять номенклатуру. Благодаря этому можно автоматически передавать заказы от магазина поставщику. И ошибок в этом случае не будет возникать. А если не будет возникать ошибок, то будет просто меньше времени тратиться на заказы, и заказы будут обрабатываться более эффективно. То есть и магазин товар получит быстрее, и поставщик быстрее заказ скомплектует. На этом у меня все. Надеюсь, 30 секунд осталось. Спасибо большое за внимание. Всем успешных продаж.